Здравствуйте! Аслан Мжанье встретился с участниками Конгресса молодых ученых, проходившего на федеральной территории Сириус. Известный абхазский историк Мира Хотелашвилий Налы поотмечает юбилей. Ей исполнилось 95 лет. Как обстоят дела с оплатой коммунальных услуг в столице? Актуальный репортаж программы. Аслан Мжанье встретился с участниками Конгресса молодых ученых, проходившего с 28 по 30 ноября на федеральной территории Сириус. Третий Конгресс молодых ученых – ключевое событие десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента Российской Федерации. В рамках встречи с Асланом Мжанье ученые рассказали о работе Конгресса в области науки. На встрече была высказана идея создания Совета молодых ученых при президенте. Глава государства данную идею поддержал, надметив важность наличия такой площадки для прямого диалога и взаимодействия с представителями молодого научного сообщества. Мы должны сохранить чистоту наших вод. Мы должны сохранить чистоту нашей морской акватории. Мы должны сохранить фауну. Это очень важная задача. И я за эту задачу готов не то чтобы заниматься, а в приоритетном направлении. Поэтому наша наука в этом деле должна помочь в плане подтверждения или опровержения тех приоритетов, которые сегодня озвучивает руководство страны. Так возможно, так невозможно. Надо идти в ногу со временем и при этом использовать подходы и технологии, которые в минимальной степени влияют на окружающую среду. Что касается вас, уважаемые экологи, вы там возьмите ситуацию в руки, изучите нашу страну и нам подскажите, как вы нам, что можно, что нельзя делать. Хотя, очень много примеров, когда совмещаются очень гармонично и все это приносит пользу населению. Такие вот разные направления, как туризм, отдых и добыча нефти. На примере ближнего степени государства, Объединенный Арабский Эмират, там вода зеркально чистая и соляркой не пахнет, а в Баку пахнет. Плошны, говорит наш ученый. Вообще, наше будущее, уникальность нашей страны, картина завтрашнего дня – это сохранение Абхазии экологически чистой страной. Вот грамотно воспользоваться теми ресурсами, которые мы имели. Если мы отказались от каких-то культур, типа чая, тогда это надо заменить чем-то другим. Абхазия – страна, в которой комфортно может проживать до одного миллиона жителей. Абхазия – страна, которая может принимать миллионов 5-6 гостей в год. Абхазия – это страна, в которой граждане, 80% граждан, могут быть обеспеченными и богатыми людьми. Известный абхазский историк Мира Хотелашвилий Налыпо отмечает юбилей. Ей исполнилось 95 лет. Автор более 50 научных работ, книг по истории Абхазии, среди которых материалы по археологии и искусству, культуре и этнографии, удостоена наивысших государственных наград за свои труды. Заслуженный работник культуры Республики Абхазия, а самая главная – счастливая мать и бабушка – сегодня в кругу семьи, в окружении заботы и любви. Репортаж Гугу Цивардания. В руках фотографии из семейного архива, а рядом близкие и родные люди, которые всегда окружат заботой и теплом. Так сегодня празднует свой день рождения известный абхазский историк Мира Хотелашвилий Налыпо. На фотографиях она с зарубежными учеными, известными писателями и с оперными певцами. Но самые дорогие сердцу снимки с родными людьми, с внуками, детьми и, конечно, с супругом Шалвой Денисовичем Налыпо. Это с внуками, галактики ученые. Это вещь такая ученая. Круглосуточно работать над своими трудами, искать и находить уникальное, сохранять, писать и творить свою жизнь. Как ее супруг Шалва Денисович, Мира Константиновна посвятила истории Абхазии. Она является автором более 50 научных работ, книг по истории Абхазии, среди которых материалы по археологии и искусству, культуре и этнографии абхазов. Но самая любимая работа посвящена византийскому храму в селе Дранда. Труд был опубликован в российском издании Академии наук. В одном из старейших академических журналов гуманитарного профиля, посвященных Византии. Византийский временник. Уточнила даты Драндского храма. Это моя любимая работа, мой небольшой труд. Мира Константиновна одна из тех женщин, о которых говорят сильная духа. Ведь на ее хрупкие плечи легло немало жизненных невзгод и горя. Потеря сына талантливого ученого физика Атгура Иналыпа, а потом и супруга, выдающегося абхазского историка Шалвы Иналыпа, которому она дала слово, что продолжит работать над его материалами и обещание свое сдержала. Только вот этот долг подготовить и издать какие-то работы Шалвы Денисовича и уже довести до конца какие-то свои работы, вот это ее держало. И до сих пор у нее какие-то еще остались планы, которые она понимает, что уже не может реализовать, но вот все-таки думает об этом постоянно. В работе над научными публикациями и книгами Миру Константиновну всегда поддерживали родные люди. Ее невестка, супруга сына Атгура Иналыпа, который погиб, защищая родину, народная артистка Республики Абхазия Марина Шамба всегда рядом. Она рассказывает, что девиз Мира Константиновны – относиться к своей работе ответственно и скурпулезно, а еще не упускать ни малейшей детали. Я даже помню слова моего свекра, когда он говорил, ты закончила свою работу? Она говорит, нет, еще не закончила. Но у тебя продолжается, тебе все не хватает, нужно закончить. Уже она законченная, уже можно издать ее. Но она всегда искала что-то большее, что-то такое уникальное, чтобы раскрыть. И такой преданной женщине, своему мужу, своим трудам, Абхазии я второй не видела. А еще девиз Миры Константиновны – учиться никогда не поздно. Ведь компьютер она освоила в 80 лет. Я освоила компьютер в 80 лет. Это, конечно, очень солидная цифра. Или уже другие, может быть. И уже правда, сидя тихо, не видно, не слышно. Когда мы не успевали ей помогать, она сказала, все, хватит, научите меня печатать на компьютере, работать с компьютером. И в 80 лет, на самом деле, она освоила. И всегда потом говорила, надо молодым говорить, что никогда не поздно учиться, если я в 80 лет освоила. И она потом сидела часами и ночами и очень много набирала и отцовские работы, и свои работы, и так далее. Ну, конечно, когда она увидела изданную свою книгу для чтения по истории Абхазии, сначала на абхазском языке, потом на русском, она была очень рада, потому что она действительно старалась написать очень нашу сложную абхазскую историю простым, доступным языком, красочно, с какими-то интересными, яркими примерами для того, чтобы дети легко читали и увлекались историей студенты. В принципе, это, мне кажется, книга всем может быть интересна. Потом уже вот такие серьезные ее статьи в сборнике опубликовали. Мира Хаталашвили и Налыпа заслуженный работник культуры Республики Абхазия, кавалер Ордена Айзабша Третьей степени, ветеран труда, почетный доктор Академии наук Республики, участница многочисленных международных симпозиумов и научных конференций. Она мать и счастливая бабушка. Сегодня Мире Хаталашвили исполняется 95 лет. Мы поздравляем миру Константиновну с юбилеем и желаем ей крепкого здоровья. Гугуца в Ордане, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Аслан Бжания поздравил миру Хаталашвили и Налыпа с 95-летием. Вы являетесь выдающимся примером носителя традиции исторической науки, внимательной ко всем аспектам истории, археологии и этнографии горячо любимой вами Абхазии. Являясь автором множества научных работ, принимая деятельное участие во многочисленных международных научных конференциях и симпозиумах, вы вдохновляете поколение исследователей Абхазии своим примером подвижничества, любознательности, интеллекта и работоспособности. Не оценим ваш вклад в сохранение историко-культурного наследия абхазского народа в археологии и этнографии Абхазии, говорится в поздравлении главы государства. С юбилеем миру Хаталашвили и Налыпа в день рождения посетил руководитель администрации президента Бессалом Кварча. Он пожелал ей крепкого здоровья, поблагодарил за вклад в абхазскую науку и культуру и передал поздравительный адрес от президента Абхазии Аслана Бжания. 5 декабря также отмечает день рождения народная артистка Абхазии, заслуженная артистка Российской Федерации, оперная певица, солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алиса Гицпа. Ваша многолетняя творческая деятельность получила немало высоких званий и наград, но главная из них – это народная любовь. Уверены, что проводимый вами конкурс на родине откроет многим его участникам дорогу в мир большой музыки, говорится в поздравлении Минкульта Абхазии. Все мы хотим иметь комфортные условия жизни – наличие воды, света, чистоты и порядка в подъездах и на улицах города. Но как часто горожане задумываются о своем вкладе в благоустройство общего дома? Ведь сотрудники коммунальных служб в любую погоду и при любых условиях трудятся, чтобы в наших жилищах было тепло, светло и чисто. А от нас требуется лишь одно – своевременно оплатить счета. Как обстоят дела с оплатой коммунальных услуг в столице, выясняла Алика Трапш. В ведении управы номер один администрации города Сухум дома расположены от улицы Чочева до Килосурского моста, а также несколько домов СФТИ. Жильцы все коммунальные услуги, кроме электричества, оплачивают в управе. Квартплату, плату за воду, мусор, лифт и содержание внутренних сетей. У нас стоит банкомат. Сегодня лицевой счет открываешь с компьютера, и он автоматически пишет, сколько ты должен заплатить и тому подобное. Все оно автоматически переходит, инкассацию делают каждый день. Амробанк забирает все эти деньги, а потом они поступают на наш спецсчет. И за счет этих денег мы устраняем проблему. По сообщению начальника управы номер один Зураба Кубахи, всего 40-45% жителей, чьи дома и квартиры в их ведении регулярно оплачивают коммунальные услуги, при том, что тарифы небольшие. С одного человека за воду 40 рублей в месяц, с одного человека за мусор 27 рублей с человека, а за площадью мы, если она выкупленная квартира, рубль 60 за квадратный метр. В месяц? В месяц, да. А если не выкупленная, если она коммунальная, ордер у него находится 2 рубля 23 копейки. Кто-то платит, а кто-то не платит. Понимаете, как заявление подают, и когда я список смотрю, которые платил или не платил, из-за этих людей мы можем эту работу не выполнить. Это однозначно. Потому что в секционном доме проблем бывает очень много. То щит сгорит, то что-нибудь такое. Но проблему мы так решаем. Некоторые люди с пониманием относятся, а некоторые вообще не хотят. Это как будто он, собственно, в деревне живет и тому подобное, вот так себя ведет. Управа решает многие вопросы благоустройства многоэтажек за счет платежей, собираемых за коммунальные услуги. Но так как собираемость низкая, часто оперативно отреагировать на волнующие жители проблемы нет возможности. Как отмечает Зураб Кубахи, на злостных неплательщиков они собираются подавать в суд. К слову, такой прецедент уже есть. В Управе номер 2 уже было несколько случаев, когда на неплательщиков подавали в суд и выигрывали дело. Мы подавали пару дел в суд, как говорится, выигрывали. И как бы поэтапно заставляем оплачивать. Суд их обязал, да? Суд их обязал, поэтапно оплачивал свои долги. Когда сюда люди приходят, мы тоже не говорим сразу, вот у тебя там 30 тысяч долги, ты его сразу оплатил. Мы такого тоже не делаем. Стараемся объяснить, чтобы поэтапно, потихоньку закрывали свои долги. Потому что все равно подойдет то время, когда им надо будет все долги свои подносить. То есть, я сейчас, если мне оплачивает один дом 100%, я ему помогаю. Я не могу их ни деньги перенаправить в тот дом, который мне не оплачивает. Потому что я не могу сказать, что я ваши деньги перенаправил. В ведении Управы номер 2 дома расположены от улицы Чочево до улицы Дбар. Ситуация с оплатой за коммунальные услуги здесь аналогичная. Исправно оплачивают счета порядка 40% жильцов. 60% жильцов очень слабо оплачиваются и платят те, кто раньше платили. То есть, пенсионеры, льготники и такие люди в основном оплачивают. В среднем столице оплата населением всех видов коммунальных услуг составляет 20%. И это очень низкие показатели. Надо подчеркнуть, что тарифы не менялись с 2013 года. Столичная администрация направила пакет документов в городское собрание для пересмотра текущих тарифов. Мы были совместно со всеми коммунальными службами и профильными организациями. Разработаны новые тарифные сетки для всех видов услуг практически. Сразу забегая вперед, скажу, что это очень незначительное повышение. Там буквально по воде это было 4 рубля, будет 5 рублей. То есть, на 1 рубль всего лишь повышаем. Большая нагрузка, конечно, ляжет на коммерческие организации, потому что они больше извлекают доход. Но чтобы снять социальную нагрузку с населения, поэтому предполагается незначительное увеличение. Все эти предложения мы выносим на утверждение в городское собрание. И вообще планируем, как это во всем мире заведено, пересматривать эти тарифы ежегодно. Потому что инфляция, подорожание ресурсов, ГСМ, электроэнергии, все это сказывается, естественно, на обслуживающие работы. И, соответственно, тарифы они также должны постоянно ежегодно пересматриваться. Обязать злостных неплательщиков выплатить долги администрация города не может ввиду отсутствия нормативно-правовой базы. В связи с этим она подготовила и направила в парламент республики свои предложения по внесению поправок в жилищный кодекс. Насколько я знаю, в парламенте рассматривается вопрос о принятии нового жилищного кодекса республики Абхазия. Администрация подготовила тоже определенные свои предложения. Это целый пул таких нормативных актов, которые хотелось бы, чтобы они были рассмотрены депутатским корпусом. Но это необходимо сделать, потому что на самом деле рычагов воздействия каких-то санкционных вещей для того, чтобы человека обязать платить, администрация не располагает такими. Все мы хотим иметь комфортные условия. Наличие воды, света, пустых мусорных контейнеров, чистоты и порядка в подъездах и на улицах города. Но как часто горожане задумываются о своем вкладе в общий дом? Ведь сотрудники коммунальных служб в любую погоду и при любых условиях трудятся, чтобы в наших жилищах были тепло, свет и чистота. А от нас требуется лишь одно – своевременно оплатить счета. По подозрению в сбытии наркотических средств в селе Приморское Гудаутского района задержан житель Московской области. Далее оперативная съемка МВД. Сотрудники УКОН МВД в ходе разработки оперативной информации установили лицо, подозреваемое в сбытии наркотических средств. Мужчина курсировал на личном автотранспорте в безлюдных районах села Приморское. Огарев Святослав Михайлович, 1975 года рождения, житель Московской области, был задержан и доставлен в МВД Абхазии. При личном досмотре задержанного сотрудники милиции изъяли 15 обмотанных клейко-лента свертков с белым порошкообразным веществом внутри. Как пояснил гражданин Огарев, в хранимых у него свертках содержится наркотическое средство. Также два аналогичных свертка были обнаружены и изъяты в местах ранее сделанных закладках. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин Огарев, действуя по предварительному сговору с лицом, выступающим в роли куратора, приобрел наркотическое средство метадон с целью последующего сбыта на территории Республики Абхазия. Продажа наркотика осуществлялась по так называемому каналу Кира. Реализуя свой преступный умысел, Святослав Огарев раскладывал свертки с наркотическим средством в тайные места. Несмотря на злостное сопротивление сотрудника милиции, последний был задержан в селе Приморск у Даутского района с поличным. Оперативные мероприятия провели сотрудники ОКОН МВД совместно с уголовным розыском районного отдела внутренних дел. Общая масса наркотического средства метадон, изъятого в результате личного досмотра гражданина Огарева, и обследование участка в местности ранее сделанных в закладах составило 14,377 грамм. Следственным управлением МВД Абхазии по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В. 3 ст. 224 Уголовного кодекса Абхазии, в отношении Святослава Огарева возбуждено уголовное дело. Последний заключен под стражу. В республике усилена работа по выявлению незаконодействующих объектов по добыче криптовалют. Министерство внутренних дел обращается к гражданам с призывом сообщать об известных им фактах и местах расположения майнинг-ферм. Телефоны доверия вы видите на своих экранах. Все звонки анонимны и конфиденциальны. В Абхазии выберут лучших молодых работников министерств и ведомств. Торжественная церемония вручения премии «Молодой лидер» состоится 25 декабря. Об этом сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту, который организует это мероприятие. Премия вручается молодым работникам министерств и ведомств, входящих в структуру Кабинета министров республики. Уже завершился первый этап подачи заявок. Руководители ведомств по запросу Госкомитета прислали имена трех кандидатов, возраст которых не превышает 30 лет. Название лучшего работника своего ведомства. На следующем этапе оценочном комиссия выберет по одному победителю из каждого ведомства. Будут награждены и лучшие спортсмены Абхазии. Вышел новый номер газеты «Республика Абхазия». Два взгляда на жизненный успех своим мировоззрением. На эту проблему на страницах газеты делятся депутат парламента «Дгур Харазия» и экс-депутат золотого парламента предприниматель Давид Пилия. Пятидесятилетию культового фильма «17 мгновений весны» посвящена статье Лилианы Яковлевой, в которой автор рассказывает о незабываемых встречах с Вячеславом Тихоновым. Статья Лейлы Пачули о луче солнца Бориса Ашуба рассказывает о работах известного абхазского художника и выставки, прошедшей недавно в ЦВЗ. В газете также опубликованы стихи молодого поэта Сергея Тенятникова. Новый номер уже в продаже. Газета доступна и в электронной версии. Седьмого декабря в Москве в Доме Ростовых пройдет вечер памяти, посвященный 70-летию со дня рождения абхазского поэта Даура Зантария. Об этом сообщается на странице в Фейсбуке Московской абхазской диаспоры. В вечере памяти примут участие директор центра Даура Зантария в Сухуме Циза Гумба, абхазский писатель и переводчик Денис Чачхали, индийский поэт и переводчик Анил Джандвиджай, историк Юрий Анчабадзе, писатель Леонид Банов, Марина Москвина, Владислав Атрошенко, писатель-художник Леонид Тишков, музыкант Сергей Летов. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидромедцентра, в среду 6 декабря на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь, гроза, температура воздуха ночью 7-12, днем 10-15 градусов, температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова